Всем привет, меня зовут Настя и на этом канале я выполняю заказы в лайф-режиме, рисую логотипы и другую графику. В этом видео я покажу выполнение заказа с самого начала и до конца. Ты узнаешь, как общаться с заказчиками, какую базовую информацию у них узнавать, например, при создании логотипа, и что делать в непредвиденных ситуациях, если, например, заказчику ни один логотип не понравился. Я буду очень благодарна, если ты поставишь лайк и подпишешься на канал, если еще не подписан. Ну и, конечно, нажать на колокольчик не будет лишним. А для тех, кто хочет научиться разрабатывать логотипы с полного нуля и начать зарабатывать на своем любимом деле, у меня есть приятный бонус. До 15 сентября действует скидка 20% на мой курс по логотипам. Если вы мне успеете написать до 15 сентября, скидочная цена будет забронирована за вами на одну неделю. Курс длится более 7 часов с домашними заданиями и последующей поддержкой в чате телеграм. Это интересный, бодрый, ненудный видеокурс, в котором я рассказываю все основы графического дизайна, которые необходимы в дальнейшей работе. Ссылку оставлю в описании под видео. А теперь давайте начнем выполнять заказ. Два дня назад мне написал заказчик, которого зовут Владимир. Но, к сожалению, я была занята и попросила его перенести заказ на два дня. Кстати, редко, но бывает, когда я прошу человека перенести заказ на пару дней, и он мне потом не пишет, пропадает и все. Но чаще, конечно же, люди возвращаются, как наш Владимир, который написал мне через два дня и предложил обсудить детали логотипа. Я попросила рассказать тематику логотипа, цвета, которые желает заказчик видеть, текст, который будет на логотипе, а также отправить логотипы, которые нравятся заказчику, чтобы я понимала, в каком направлении мне рисовать. Кстати, кто не знает, актуальная цена сейчас за логотип 7 тысяч рублей. Мне пришлось поднять прайс-лист, потому что очень много заказов, и я физически ничего не успеваю. Владимир написал, что ему нужен логотип под образовательный центр, название буквица, и что они склоняются к цветовой гамме, как в примере. Не хочется перегруженный логотип. Я спросила, будет ли какой-то персонаж на логотипе, на что мне заказчик отправил картинку, и написал, что видели, как персонаж на логотипе совенка. Далее я отправляю заказчику номер своей карты, чтобы он оплатил 50%. Я работаю по предоплате 50%, но заказчик, видимо, мне доверял, и поэтому отправил сразу 100% от суммы. Я поблагодарила за заказ и написала, что будет готово послезавтра утром. Я написала, что если еще появится пожелание, пишите. Затем заказчик попросил, чтобы логотип не был перегруженным и слишком детским. Все, мы можем с вами приступать к отрисовке эскизов и переходить в программу. Открываю программу Adobe Illustrator, нажимаю File New и вписываю размер 1920, ширина и 1080, высота. Прихожу в дополнительные настройки, выбираю цветовую настройку RGB и разрешение оставляю 300. Нажимаю Create Document. Сейчас вы можете наблюдать на своих экранах, как я рисовала эскизы для логотипа. Я нарисовала три совы в разном положении и в разной стилистике. Сразу же переношу эти эскизы в программу. Нажимаю Ctrl V. Просто копирую и вставляю. И пускай они где-то рядышком просто у нас здесь находятся, я буду на них посматривать, но по контурам эскиза я рисовать не буду. Я переношу картинку, в которой понравилась цветовая гамма нашему заказчику. Рисую, сколько у нас здесь, четыре окружности. Ctrl C, Ctrl F. Дублирование на то же самое место и зажатым Shift переношу. Так, и просто пипеткой беру все цвета, которые понравились заказчику в этом логотипе. Начнем с вот этого логотипа, где совенок стоит на книжечке в академической шапке. Совенков мы будем рисовать геометрическими фигурами. Начнем с глазок, первого варианта. Так, мне все-таки вот это все мешает. Может быть, копировать картинку. Вот так просто обрезать ее. И растянуть. Конечно, мы не будем рисовать прям по моему корявому эскизу. Но что-то приблизительное мы будем делать. Итак, берем Ellipse Tool с зажатым Shiftом рисуем один кружок. Выбираем пипетку и заливаем окружность этим цветом. Теперь меняем обводку с заливкой местами. Делаем толщину где-то 10. Затем выделяем окружность. Ctrl C, Ctrl F. Копирование на то же самое место. Затем уменьшаем. Прям очень сильно уменьшаем эту окружность. Заливаем черным цветом. Затем переходим в Align и центрируем по высоте и ширине окружности. Это мы рисуем с вами один глазик. Теперь нам нужно нарисовать белый блик. Заливаем его, естественно, белым цветом. И помещаем, например, сюда. У нас перескакивают элементы не туда, куда надо. Программа нам хочет подсказать, как лучше, но она мешает своими действиями. Поэтому переходим во View и убираем галочку со Snap to Pixel. Все, теперь она не будет мешать. Чуть-чуть сюда перемещу блик. Теперь рисуем реснички. Выбираем Pen Tool. Ставим точку здесь и на нашем контуре. И совсем немножечко тянем, чтобы у нас была не ровная линия, а дуга. Ctrl C, Ctrl F. Копируем то же самое место и разворачиваем эту ресничку. И ставим сюда. Вот так и оставляем. И давайте нашей основной окружности сделаем заливку белым фоном, чтобы у нас не было прозрачности. Так, теперь группируем глазик. Ctrl G, потом Ctrl C, Ctrl F. Отодвигаем. Правая клавиша мыши Transform и Reflect по вертикали. Помещаем их очень близко друг от друга, чтобы вот этот, да, сиреневый контур заходил один на один. Теперь давайте нарисуем клювик. Просто выбираем Star Tool. Листаем стрелочкой вверх-вниз, чтобы определить количество углов. Просто оставляем треугольник. Заливаем его таким же цветом, как зрачок. Выбираем Dark Selection Tool. Зажатым Shiftом отмечаем вот эти два уголка. И вот так вот тянем, чтобы нижний уголок у нас не закруглился. Помещаем в центр. Ой, я вижу, что здесь у нас контур немножко залез на другой контур. Нужно отодвинуть фигуру вправо. Так, теперь мы можем два глаза сгруппировать. И выделить отдельно клювик. И в Align отцентрировать. Давайте еще выше поднимем клювик и немножечко его уменьшим. Теперь давайте с помощью Ellipse Tool нарисуем окружность. Но я не хочу, чтобы она была прям идеально круглая. Мы совсем немножечко сделаем овальной. Зальем вот этим ярким оранжевым цветом. И поместим на задний план. Все, в принципе, можно так и оставлять. Так, ладно, давайте увеличим нашу окружность. Сделаем оранжевой окружности также сиреневую обводку. Толщина у нас 10 была. Делаем также толщину 10. И нарисуем крылья нашей сове. Что нам нужно сделать для того, чтобы не рисовать крылья? Просто рисуем окружность. Первую дублируем. Вторую рисуем. И можно, в принципе, сдублировать наши глазки. Так, приблизительно, чтобы видеть, куда нам помещать крыло. Вот, теперь отмечаем просто все фигуры. Переходим в Windows Passenger. Выбираем Divide. Затем правой клавишей Divide. Затем правой клавишей мыши Ungroup. И удаляем все, кроме вот этого крыла. Шифтом я его выделила. Точнее, сняла выделение. И увеличим немножечко все-таки крыло. И давайте зальем это крыло вот этим цветом. Обводка, ты, пожалуйста, у нас не убирайся. Обводку мы всю будем оставлять вот этим цветом. Рисуем академическую шапку. Это проще простого. Нам нужно нарисовать вот такой прямоугольник. Затем взять N-HarePoint Tool. С зажатым шифтом потянуть вверх нижнюю и верхнюю линии. Затем берем Star Tool. Рисуем треугольник. Его вот так вот деформируем. Шапки обводку делать я не буду. Вижу, что наши треугольники стоят чуть далеко друг от друга. Основу шапки я все-таки хочу сделать поменьше. И нам осталось нарисовать кисточку. Просто берем Pen Tool. Ставим точку здесь. И здесь. Чуть-чуть потянем с зажатой левой клавишей, чтобы у нас образовалась вот такая дуга. Сделаем также обводку 10 точек. Выбираем Pen Tool. Ставим точку здесь. Теперь с зажатой левой клавишей мыши тянем. И ставим точку здесь. Все, кисточка у нас готова. Теперь давайте все это дело сгруппируем. Ctrl G. Ctrl S сохраняю исходник, чтобы не потерять. Назову просто пока совенок. Теперь нарисуем перышки. Выбираем Ellipse Tool. Рисуем окружность. Затем выбираем Direct Selection Tool. Удаляем верхнюю точку. Поменяем обводку с заливкой местами. Либо просто берем пипеткой вот эту обводку. Но заливку убираем. Затем Ctrl C, Ctrl F. Дублируем. Раз. И давайте еще разочек дублируем, чтобы было у нас три дуги. Теперь нам нужно рисовать лапки. Мы просто берем наш клевик Ctrl C, Ctrl V. Немножко увеличиваем. Выбираем Direct Selection Tool. Выбираем вот этот нижний уголок. И его закругляем. Только не сильно. А вот так вот. Чтобы форма у нас такая, да, овальная сохранилась. Вот такая милая птичка у нас получается. Мне уже начинает нравиться этот логотип. Теперь нам нужно рисовать книжечку. Берем Rectangle Tool. Делаем вот такой. Рисуем прямоугольник. Ставим вот здесь точку. Чтобы ее удалить и разорвать контуры. Теперь убираем заливку. Выбираем обводку вот такую. Выбираем вот этот уголочек и вот этот. Чтобы скруглить его до максимума. Теперь просто помещаем под лапки нашу книжку. И еще вот таких две линии рисуем. Только теперь обводка. Пускай у нас будет не сиреневая, а черная. Все хорошо, но мне нужно уменьшить теперь книгу. Слишком она большая и она простенько выглядит. Поэтому ее нужно уменьшить. Обводку 10 оставляем. Так, вот этот наш набросок не очень красивый. Можно удалять. Теперь уменьшаем. Вот так вот. Давайте подберем нужный шрифт. Так. Перехожу в Character. И начинаем искать. Я приблизительно уже понимаю, чего мне хочется. Вот этот мой любимый шрифт. Но я его здесь использовать не буду. Мы не будем использовать слишком детские шрифты. Чтобы не казалось, что это детский сад какой-то. Используем вот этот. Также я хочу немножко увеличить толщину контуров. Поставим не 10, например, а 11. Но вот этим перышком уберем обводку 11. Оставим 8. Потому что все-таки они должны быть тоньше. Вот этот шрифт я хочу прям так и оставить. Я ничего не хочу здесь менять. Потому что он сюда очень подходит визуально. Нам осталось написать образовательный центр. Можно будет потом вставить в слово-буквица где-нибудь карандаш. Чтобы сделать текст более интересным. Давайте зальем этот текст сиреневым цветом. Чтобы как бы это было, да? Главная надпись это второстепенная, не такая темная и яркая. Поэтому давайте также еще в характер перейдем. И сделаем отступ между буквами намного больше. Чтобы уменьшить таким образом шрифт. Немножко хочется увеличить толщину шрифта. Поэтому я сделаю ему обводку 0.75. Переведу в кривые тот и тот шрифт. И растяну вот так вот. Чтобы они стояли одинаково друг от друга. Первый логотип Ctrl. Джима группируем. И переносим сюда. Начинаем рисовать второй. Кстати, вижу, что здесь у нас белая заливка в книжке. Такого не нужно, чтобы было. Убираем белую заливку. Вот, чтобы как водный знак у нас все корректно отображалось. Так, вырежу снова второго совенка. Чтобы его лучше было видно. Он чем-то похож на первого, но не совсем. Так, остальные. Чтобы здесь висело. Мне так будет легче. Так, растянем. Видим, что академическая шапка у нас здесь будет в другом положении. Давайте-ка сделаем так же этому совенку. Не сиреневую обводку, а черную. Начнем, как обычно, с глаз. Теперь нарисуем клювик. Предлагаю его нарисовать вот так. Убираем обводку. Ctrl-C, Ctrl-F. Разворачиваем фигуру по вертикали. Затем в Shape Mode нажимаем Unite. Закругляем вот эти верхние уголки. Можно немножечко деформировать клювик. Давайте сделаем его розовым цветом. Но обводку не забываем. Делаем черную. Так, ладно, нужно это оставить ушко. Иначе я над ним просижу полдня. Так, разворачиваем, дублируем. Центрируем. Давайте нарисуем академическую шапку. Рисуем прямоугольник. Заливаем черным цветом. Ставим вот сюда. Можно чуть ниже. И на задний план. Теперь рисуем тоже вот такой прямоугольник. Но здесь закругляем уголки. Но не сильно. Вот так. И делаем светло-серый цвет. Помещаем сюда. У нас в эскизе кисточка висит так, снова справа. Давайте для разнообразия нарисую ее слева. Рисуем просто вот такую линию. Пускай она будет желтенькая. И на кончике вместо кисточки у нас просто будет графический розовый элемент, который просто будет изображать якобы кисточку. Вот так. Теперь я хочу точно так же сделать окружность, удалить верхнюю точку, чтобы нарисовать перья. Мы убираем заливку, но здесь мы немножко обводку сделаем другой. Выбираем вот эту форму. Толщину делаем побольше. Даже где-то пускай будет 9. Ctrl-C, Ctrl-F дублируем вот сюда. Затем дублируем в центр. Но в центре будет у нас побольше перо. Но обводку мы все же оставляем 9. Немножко их подальше друг от друга разместим. Затем Ctrl-C, Ctrl-F ниже помещаем. То же самое, но теперь средненькую немножко уменьшим. И поставим ниже. Ну а теперь еще раз дублируем. Друг к другу поближе ставим вот эти перья. Так, туда-сюда я их размещаю. Сама не пойму, чего хочу. Так, эту можно уже пониже. Всем делом одинаковую обводку 12, чтобы... Нет, слишком жирно. Давайте 9 пускай будет. Мой глаз требует уменьшить по высоте снова туловище. Теперь я также хочется уменьшить. Теперь я просто Ctrl-C, Ctrl-F дублирую туловище. Разворачиваю его вот так. Вот ставлю на задний план. Выбираю розовый цвет. И это у нас будут крылья. Крылья. Что-то я уже заговариваться стала. Все супер. Теперь мне нравится. Но теперь их нужно поставить поближе друг к другу. Вот эти лапки. И да, крылья теперь нужно как-то поместить что-ли выше. Либо уменьшить. Обводку сделать больше. И очень мне хочется увеличить глаза. Вот так вот пусть будет. Теперь рисуем книжечку с вот такой закладкой. Рисуем, как обычно, прямоугольник. Здесь выбираем nHorpoint Tool. И вот так вот закругляем с зажатым... И вот так вот закругляем с зажатым шифтом. В принципе, вот эти углы я тоже хотела закруглить. Только вот в обратную сторону. Ставим под совенка книжку. Затем Ctrl-C, Ctrl-F на задний план. Поднимаем еще выше книжку и делаем ей обводку. Теперь посередине проводим вот такую линию по центру книжки. И рисуем закладку. Мы просто оставляем обводку. Переходим в Uniform. И выбираем вот эту White Profile Tool. Ну и можно сделать толщину прям побольше. Вот так. Мне очень хочется утолщить контуры в книге. В главном названии нам отступы такие не нужны. Поэтому мы ставим 0 и выбираем шрифт. Вот этот очень подходит. Он такой прям учебный какой-то что ли. На всякий случай проверяю в Align. Да, все хорошо. Ну и здесь просто растягиваю по логотипу. Ctrl-D, группирую, переношу сюда. Давайте первый и второй логотип сделаем в одном файле для JPEG. Внизу у нас будет вот такой, например, цвет, на который мы поместим этот логотип. Первый JPEG файл можем сохранять. Нажимаем файл, экспорт, save for web. Переходим в Original. Здесь у нас JPEG High. И галочка должна стоять на Clip to Art Board. Все, save. Называем совенок 1, 2. Типа первый и второй логотип. Все, группируем и переносим влево, чтобы нам ничего не мешало. Давайте приступим к третьему логотипу. Здесь у меня совенок будет на карандаше. Подмигивающий. Вот этот я, наверное, удалю. Этот немножко удачнее получился эскиз. То, как бы у нас были два севенка, это у нас будет такая совушка. Такая кралеподмигивающая, заигрывающая. Возвращаем вниз цветовую гамму, чтобы она у меня была на виду. Ну и что, давайте, как обычно, начнем с глаз. Нарисуем окружность, зальем ее черным цветом. Сделаем два блика. Уже не будем делать три, как в предыдущем варианте. И давайте сделаем вот такую подложку под глаз. Которую зальем вот этим розовым цветом. Вот видите, я здесь на эскизе нарисовала. Сама сова у нас будет вот такого цвета. А вот эту подложку под глаза мы сделаем чуть-чуть светлее. Естественно, отцентрируем. Вместо ресничек нарисуем вот такие фигуры, которые как бы образно намекают на реснички. Давайте Ctrl-C, Ctrl-F перенесем сюда и отразим по вертикали, но удалим вот этот зрачок, потому что мы будем делать подмигивающий глаз. Давайте для начала нарисуем просто треугольник. В этот раз у нас клювик будет самый простой. Даже без закругленных углов. Стилистика здесь у нас такая будет. По центру ставим. Уменьшаем. И приподнимаем вверх. Может даже еще выше. И уменьше. Ну что, теперь рисуем подмигивающий глазик. Для начала рисуем линию. Заливаем черным цветом. Берем N-Howerpoint Tool. Вверх вот так приподнимаем. Чтобы получилась небольшая дуга. Так, в обводке мы выбираем какую. Ну можно вот такой. Также толщину вот прям должны сделать. Вот такую. И еще приподнимаем дугу. Ну и теперь давайте от этой точки теперь рисовать реснички. Но уже не обводкой, а просто заливкой мы будем делать эти реснички. Меняем местами обводку с заливкой. Убеличиваем. Переводим, кстати, ObjectPath Outline Stroke обводку в объект. И ставим прям притык эту фигуру нашему нарисованному, которая тоже повторяет свой ресничек. Можно даже уменьшить ее чуть-чуть. Теперь можем объединить вот эти две фигуры. И вот этот угол спокойно закруглить. Теперь хочется увеличить эту фигуру. Вот так развернуть чуть-чуть. Давайте сгруппируем все, кроме клювика. А теперь выделим его отдельно и отцентрируем все. Все, все стоит у нас по центру. Теперь нам нужно рисовать тело нашей сове. Рисуем окружность побольше. Ставим на задний план под левый глаз. Можно даже уменьшить еще. Вот так, чтобы видно было по центру. Теперь нам нужно нарисовать левое ушко. Ставим здесь по центру точку. Ставим здесь точку. Вот так вот тянем, чтобы получилась дуга. Возвращаемся, нажимаем Shift в предыдущую точку. И здесь теперь ставим на окружности. И тянем вот сюда. Так, если что-то нам не нравится, мы можем сразу подвигать и изменить форму. Мы здесь не закрыли контур. Нужно, чтобы такой кружочек появился. То есть мы закрываем фигуру, чтобы она не была с открытыми контурами. Теперь выделяем обе фигуры в Pathfinders. Нажимаем Divide, Ungroup. Удаляем ненужные элементы. Теперь я дублирую вот эти фигуры. Ctrl-C, Ctrl-F. Transform, Reflect по вертикали. Перемещаю вот сюда. Они у нас уже на заднем плане. Здесь я рисую окружность. Ставлю ее по центру. И заливаю сиреневым цветом. Далее мы можем просто сделать овал, чтобы он нам как не мешал. Далее мне нужно снова взять Pen Tool. И здесь уже просто рисуем все. Все, с первого раза у нас должно получиться. Ставим опорную точку. Тянем вот так вот. Нам нужно, чтобы хвостик получился уже. Поэтому сильно толстенькую сову не делаем. Здесь у нас просто идет ровный контур. Arrange, Send to Back. Заливаем розовым цветом. Теперь вот эти две фигуры выделяем. Разрезаем, разгруппировываем. И вот эту частичку нам нужно удалить. Теперь нам нужно нарисовать крыло. Кстати, вот эти вот элементы, которые у нас светло-розового цвета, нам лучше сделать еще светлее, чтобы они больше выделялись на вот этом ярко-розовом цвете. Вот так. Ну, либо чуть-чуть. Чуть-чуть менее заметными. Ну, вот так. Теперь рисуем крыло. Выбираем Ellipse Tool. Рисуем окружность одну, вторую. И вот так вот ее смещаем. Теперь Pathfinder's Divide разрезаем, разгруппируем, удаляем все, кроме вот этой части. Выбираем Direct Selection Tool и верхний уголочек мы закругляем. Лучше, наверное, до максимума закруглить. Вот так. Можно теперь его растянуть, как мы хотим. Повернуть. И ставим вот сюда. Давайте его увеличим. Это будет у нас, да, первая слива в профиль. Те у нас в инфас были нарисованы. Это в профиль. Заливаем сиреневым цветом. Теперь давайте посмотрим, да, как у нас некрасиво здесь все розовые вот эти элементы обрезались, и их видно на исходнике. Мы просто в Pathfinder нажимаем Unite, и они объединяются в одну фигуру. Теперь нарисуем перья нашей сове таким же принципом, как и раньше. И знаете, мне хочется крыло это сделать прям желтеньким. Может быть, нашему заказчику понравится более яркая цветовая гамма. Давайте немножко, совсем немножко уменьшим крыло. Слишком оно кажется громадным, мне кажется. Тавтология уже вообще у меня в моей речи. Давайте нарисуем лапки. Нарисуем вот такую линию. И вот так у нас будет в этом варианте вот такие простые графические элементы будут. Ctrl-C, Ctrl-F, переносим вниз. И ставим вот сюда. Почему ты не скопировалась? Вот прям чуть-чуть пускай выглядывает эта лапка вторая. И первую мы даже еще выше поместим. Да, то одна копируется, то две. Три. Что со мной происходит? Это я что, переработала уже или что? Теперь рисуем карандаш. Естественно, мы рисуем прямоугольник. Теперь берем пентул и рисуем треугольник. Здесь мы закругляем уголки. Каким мы цветом будем заливать его? Ну давайте, давайте. Также здесь нужно закруглить угол. Только один, вот этот верхний. И удлинить карандаш нужно. Перейду в строк и закруглю все уголки. Знаете что? Здесь еще кончик нужно сделать как бы у нас тут терка, да? На кончике карандаша. Просто дублируем. Разрезаем. Оставляем вот этот элемент. И, и, и. Делаем обводку с розовым цветом. Внутри заливки. Так, теперь давайте сделаем правдоподобный кончик карандашу. Дублируем эту фигуру. Берем эллипстул. Так, помещаем вот сюда. Теперь разрезаем элементы, разгруппируем и оставляем только кончик. Меняем обводку с заливкой местами. Водку удаляем и помещаем вот сюда. Я еще заметила, что мне хочется переместить крыло немножко влево, чтобы оно было ближе к глазику. И повыше. Так, мне кажется, будет намного лучше. И вот эти теперь наши перья можно будет переместить левее. Все супер, так лучше. Давайте теперь доработаем уже этот наш карандаш, домучаем его. Выделяем наш прямоугольник. Выбираем инструмент Pen Tool. И ставим три точки. Одну по центру, а другую между уже существующими точками. Теперь выделяем вторую точку с зажатым shift и четвертую, если считать сверху. И вот так вот тянем вниз. Далее нам нужно снова с Direct Selection Tool выделить вот эти точки. Потянуть, закруглить их вот так вот. И выделить вот эту точку. Потянуть ее вот сюда. Теперь передвигаем наш кончик карандаша вот сюда. Кстати, здесь обводку нужно закруглить, чтобы не было острых контуров. Здесь можно добавить две точки, чтобы заполнить вот это белое пространство. Да, вот один раз так тянем и второй. Все, теперь полностью выделяем наш карандаш. Сандаш сгруппировываем, увеличиваем его, ставим на задний план. Все, класс, теперь этот значок можно просто уменьшить, сгруппировать. Пишем в буквице. Давайте сгруппируем этот логотип. Уменьшим. Поставим в центр. Нарисуем такой прямоугольник для фона. И зальем его телесным цветом. Ну, как вот этот наш карандаш. Можно, кстати, пипеткой с него просто взять. Хотя нет, это слишком интенсивный цвет. Для фона нам нужен еще более приближенный к белому. Да, вот такой вот. Теперь давайте оцентрируем логотип по отношению к фону. И возьмем чисто наш символ в логотипе. Дублируем. Растянем. Вот так вот приблизительно. Поставим. И просто уменьшим ему непрозрачность. Пускай будет 14, либо 11. Нажмем файл. Экспорт. Сейфу веб. Оригинал. Сейф. И назовем Савенок 3. Я обещала заказчику, что сдам заказ послезавтра утром. Но сделала логотипы чуть-чуть раньше. Я написала, здравствуйте, Владимир. Сделала чуть раньше. Взгляните, пожалуйста. И снова здравствуйте. Давайте прочитаем, что мне ответил Владимир. Добрый вечер. Обсудил со своими партнерами предложенные варианты. Точно не нравится вариант 3, где розовая сова на карандаши. Ладно. Второй вариант на голубом фоне неоднозначный. Цветовая гамма хорошая. Савенок просто сатана, как сказал один мой партнер. Реально. Глаза похожи на сатану. И ушки, как у чертика. Я сразу не заметила. Ладно. Видите, как я не заметила, а заказчик заметил. Это очень хорошо. И если что, я исправлю этого сатану. Читаем дальше. Нам больше понравился вариант на белом фоне. Шрифт подходит. Нужно разъединить буквы УК. Кстати, я вам не показала. Я просто соединила буквы УК вот таким штрихом. Савенок смотрится приятно и не вызывает отчуждения. Нравится, что он на книге. Но получился слишком мультяшный. Хочется совенка доработать или другой вариант. Прикрепляю варианты того, что нравится. Если предложенный вариант совенка не подойдет, можем ли мы оставить первоначальный с доработанным шрифтом или нужна будет доплата. Заказчик имеет в виду вот этот вариант совенка. Я написала, хорошо доработаю первый вариант. И нет, доплата не нужна будет. Совенок в примере не слишком сложный. Поэтому мне не составит труда его просто перевести в вектор. Другой вопрос, откуда взят этот совенок. Может быть он с платного фотостока. Поэтому мы его не сможем использовать на логотипе. Вот этот логотип умскул мне каждый заказчик отправляет и ставит в пример. Видимо реально всем нравится этот логотип. Но правда хороший мишка. Вот такого лисенка, к примеру, нам отправил еще Владимир. Чтобы я равнялась на вот эти логотипы. В примерах заказчику понравилось, что символ логотипа вверху, а подпись снизу. Текст. Поэтому давайте так и сделаем. Уберем с рабочей области сатану и нашу третью совушку. Оставим только первый логотип. Давайте сразу же разгруппируем и текст перенесем вниз. А символ вверх. Сразу же все центрируем. Для начала я хочу, чтобы он не был таким детским, а это реально имеет значение. Мы всю обводку, вот эту вот сиреневую, сделаем черной. Вот так вот все выделяем. Переходим в обводку. Выбираем вот этот цвет. Такой темный. Ой, у нас тут еще обводка образовалась в бликах. Этого я не хотела. Так. Для начала возьмем вот эти вот перышки наши. Сгруппируем. И в униформе изменим форму на вот такую. Далее. Что здесь у нас с шапкой смотрим? Что-то у нас здесь обводка появилась. Я тут все разом в обводку сделаю. Испортила наши контуры, потому что все разом вместе взяла и перевела в черную обводку. Но ничего, сейчас все это быстро исправим. Более оранжевую сделаем. Давайте шапку нашу академическую растянем. Повернем вот так. Можно даже чуть-чуть по ширине растянуть. И поставим на задний план. Кроме кисточки, естественно. Только ее нужно теперь уменьшать. Также я все-таки хочу исправить крылья нашей совы. Для начала давайте исправим форму туловища. Хочу его сделать немножко пошире к низу. Манипуляторами двигаем контуры, чтобы расширить совушку нашу. Глазки выделяем помимо туловища и шапки. И поднимаем чуть выше. Кстати, я хочу сместить вот эти две лапки. Они у нас теперь будут выступать как коготки. Группируем и дублируем. Размещаем поближе друг к другу. Теперь давайте сделаем с обводкой клювик. Как раз возьмем просто пипеткой заливку. Желтую обводку, черную с тела совы. Ну и давайте нарисуем новые крылышки. Хочу сюда вот так вот поставить точку. Затем к глазу вот так потянуть. Закроем контур. Мы, конечно же, это все поместим под глаз. Ой, не туда, куда-то меня понесло. Также я хочу крыло залить розовым цветом. Супер! Уже преобразилась немножко сова. Но теперь она слишком толстенькая. Ее нужно немножко вытянуть вверх. Это проще простого. Берем желтую окружность и тянем вверх. Академическую шапку. Не забываем поднять повыше. Ну и крылья теперь тоже, соответственно, повыше. Можно их деформировать, опустив вниз. Все равно что-то с крыльями нету. Все, теперь, наконец, можно дублировать крыло. И разворачиваем его сюда. Теперь дублируем тело совы. Вот так вот его обрежем. Разгруппируем. Возьмем пипеткой вот эту тень на крыле. Поместим вот сюда. И на задний план. Ой, шапочку мы также ставим на задний план все время. Так, и давайте сделаем блик. Это у нас мы тень нарисовали. А теперь я хочу сделать блик. Крылья уже немножко преобразовалась. Но теперь мне не хватает очков. Я хочу очки сове надеть. Давайте-ка попробуем два крыла немножко уменьшить. Чтобы не была такой пухленькая сова. И начнем рисовать очки. Как мы будем их рисовать? Отрисуем просто окружность. Уберем заливку. Оставим только черную обводку. Ставим. Давайте еще уменьшим. Окружность. Сделаем обводку где-то 8. Нет, слишком маленькие будут очки. Давайте расширим. Смотрим, чтобы все в центре стояло. Так. Ctrl-C, Ctrl-F. Перемещаем к этому глазу. Кисточку от шапки. Мы поместим сверху очков. Теперь давайте соединим два якобы стекла. Просто ставим здесь точку. Зажимаем Shift и тянем сюда. И берем пипеткой обводку здесь. Ну а теперь просто отсюда ставим точку. И сюда тянем. Так. Ctrl-C, Ctrl-F. Отзеркаливаем и перемещаем влево. Такой же отрезок. Теперь, так как это у нас очки, нам нужно нарисовать блики, да, на очках. Пускай будет где-то 43, например. Просто Ctrl-C, Ctrl-F и дублируем на эту же сторону левую. Фух, все, немножко преобразилась у нас сова. Теперь я хочу разгруппировать текст и вставить здесь где-то карандаш. Ну как бы учеба, все дела. Давайте какой-то элементик еще добавим в текст. Так, Ctrl-F. Так, разгруппируем текст. Выносим букву и сюда. Будем над ней работать. Вот так вот мы ее обрежем. Поставим вот эту часть. А здесь нарисуем карандашик. В общем, отсюда начинаем рисовать такой вот прямоугольник. Давайте вот этот угол немножко закруглим. Теперь рисуем вот такую полосочку. Заливаем желтеньким цветом. Без обводки. Так, можно немножко продлить точки. И вот так вот сделать, как бы у нас состружен карандаш. То, что мы делали, в принципе, в предыдущих логотипах. Вот так делаем. Обрезаем это все дело. Оставляем нужные элементы и переносим их на задний план. Теперь нам нужно вот эту часть залить сиреневым цветом. Давайте теперь загруппируем полностью текст и сгруппируем соушку. Чтобы перейти в Align и проверить, все ли у нас с центром. Хорошо. Все, мы теперь сравняли. Давайте немножко увеличим сову. И вот так вот, прямо просто на белом фоне, сохраним логотип. Совенок. Просто пускай он так будет называться. Я отправила заказчику логотип. Написала, взгляните, пожалуйста, очки могу убрать. Сразу же, через минут 20, Владимир написал, что сова должна быть сбоку. Зачем карандаш букве И и что он дает для логотипа. Остальное все ок. Я объяснила, что просто добавила в текст элемент, чтобы интереснее сделать логотип. Давайте сову разместим слева от текста. Давайте сохраним исходник. Нажимаем файл Save As. Назовем уже не совенок, а просто буквица в формате AI. Окей, здесь ничего не меняем. Теперь давайте сохраним еще формат EPS. Тоже с названием буквица. Сохраним файл экспорт сейфа веб. Сначала просто JPEG файл. А так же давайте сохраним PNG файл. Выбираем PNG 24 и нажимаем Save. Все, теперь возвращаем букву И с карандашом. Вставляем теперь наш промежуток между буквой В и С. Теперь нажимаем файл Save As. Называем с карандашом. Окей. И теперь сохраняем исходник в формате AI. И, естественно, JPEG High и PNG 24. Прикрепила все исходники. Владимир написал спасибо вам большое. Я ответила спасибо. Желаю вашему центру успехов и процветания. И попросила оставить отзыв. Заказчик написал обязательно оставлю. Думаю, еще будем с вами сотрудничать. Я ответила, что буду так же рада еще с вами поработать. На момент записи этого видео заказчик до сих пор не оставил мне отзыв. Но, возможно, он просто замотался в делах и забыл это сделать. Тем не бывает, я сама такая. Поэтому, если вдруг заказчик увидит это видео, то может оставить отзыв прямо под этим видео. Намекаю. Вот. Если, конечно, Владимир захочет. Но я вам говорю огромное спасибо за просмотр. Особенно, если вы досмотрели это видео до конца. Это невероятно приятно. Смотрите, что вам понравилось в комментариях. А что не понравилось, мне всегда очень интересно читать ваше мнение. Я к нему, кстати, прислушиваюсь. Ну и, конечно же, желаю вам удачного дня. Приятного вечера. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.